Ну что, привет интернет! Не бывает Владимира Горохова без медведя И не бывает Юры Пааля без кафе Алина Юра, здравствуй! Рад тебя видеть! Я, честно говоря, давно облизываюсь Я хотел очень пригласить на свою программу Потому что ты являешься в моем представлении Ярким образчиком, вот понимаешь Как нужно работать вообще в социальных сетях Потому что более неугомонного человека я еще не видел Давай начнем с того Ты же организовал эту группу Ресторанная критика Казахстана Твоих рук делал Он все время говорит Не я, не я Юра, бутаковку тысал Не, не я, не я Вообще не я Я участвовал просто в этой организации А так, чтобы сказать, чтобы я один взял целенаправленно, пошел И сделал какую-то группу Что-то замутил И какие-то движения Не, невозможно же А вот в чем феномен Юры У него это все само Органично, естественно получается Он не парится И вот так вот у него само выходит Давай так, ты вообще какой институт закончил? Технологический Технологический АФД ТЛЭПП Алматинский филиал Джамбульского технологического института легкой пищевой промышленности Вот так, то есть ты получается с детства уже знал Целенаправленно шел, знал, что я буду заниматься этой деятельностью Стал инженером-механиком Машинно-аппарат и пищевых производств МАП А потом технологии организации общественного питания Вот так вот То есть я там дипломированный конкретно Это сколько лет уже? Ай, конкретно Есть же конкретно я дипломированный По самой Не могу дипломированный У меня получилось так, что еще с самого детства, получается, когда мне лет было Ну какое детство уже там, в принципе, нормально двигался, так мне лет 13 было Нормально двигался Пионер лагеря, кто не стевалил Все у меня было, но мне родители сказали Сынок, ты должен стать человеком Уже в 13 лет они реально задумывались об этом Ты должен иметь профессию Поэтому будь добр, давай-ка на кухню И давай-ка там научись что-нибудь делать И меня отправлять начали там Сначала, вот у нас уже тогда был ресторан На наше предприятие Потом на другие предприятия Где я там начал уже вкалывать Освоил профессию Поступил в институт Заполировал все эти знания Уже наукой Хорошо А потом перешел Ты вчера где был? Вообще я знаю, что ты же был в Меге Готовился к фестивалю Да я где только не был Я каждый день у меня там Я сам путаюсь уже К концу дня я забываю, где я был У тебя вообще жесткий график Жесткий А ты в смысле получается Ну вот я зашел сегодня в Алину Да, тут все такие Как сказать, с утра уже бегают Там все знают, что делать То есть надо полагать Она у тебя сейчас много времени Нет, я вообще Алиной не занимаюсь Как таковой Здесь занимается, как обычно, моя мама Она вот, Алина Александровна Паль Она как была вот хозяйкой Так и до сих пор и является Ей помогает мой младший брат Владик Они это все делают А я здесь чисто так Набегами Просто прибежал Что-то там посоветовал Мясо поесть Пожарил Слушай, а где вот эта барбекюшница Известная Паровоз Полное такое мясо То есть Нет, она вообще шикарная вещь У меня сейчас заказы такие Спецзаказы идут разные Просят все повара Чтобы Ну, тоже там Поделился опытом Типа тучку такую поставил Ну, у тебя и мясо какое-то там Наверное Да, да Там не только мясо Там начиная от дров Заканчивая там Присыпками мясом Там столько всего Там соблюдение температур Дымок какой должен идти Там правильный Там зернышки подкидывать надо Там, ну, очень большая такая наука В Америке научили В этом мае Так подожди Ну, смотри Если ты Алиной не занимаешься Ты тогда чем занимаешься? Я кэтринг Я занимаюсь кэтрингом Компанией Вот так Фигра Не, ну, подожди Проект вообще Ордена Трудового Я не знаю Красного знамени То есть Я Сколько раз Пользовался Услугами твоей компании То есть Просто вот вдруг Если кто не знает Ну, что вряд ли Ну, многие Просто Кто ни разу Допустим не сталкивался Могут не знать Но кэтринг Я знаю У тебя машина была такая Какая-то Навернутая Американская С всеми делами С кухней С такими там Грилями С холодильниками Со всеми делами Оно у меня давно уже С 2000 года Кэтрингом получается Сколько? Ну, где-то ты лет 15 точно уже занимаюсь Если вот Как Фигара А до того Как Фигара Гоняли там В сады Делали там Налоговикам Я помню Там 90-х годах Налоговикам Бандитам Все эти выездные Не люди что ли? Тоже Не, конечно Не, еще главное Они деньги платили все А это же уже все Кэтринга работают Нормально Налоговики Деньги платят Это хорошо Смотри Получается Ну, а сейчас Давай Сейчас Хорика Вот по моим ощущениям Она дружно Сейчас Ну, такая В крутом пике Знаешь Мне так кажется Потому что Может быть Те, кто Шибко Активно двигается Там Такую активную позицию Занимает Может быть У них-то еще и нормально Да То есть Но вообще Вот в целом Температура по палате Продолжи, пожалуйста Да нет Как обычно Все получается Если брать Там, например 10-15-20 лет назад Там разные периоды Всегда какие-то проблемы были И сейчас Очередной Этап Какой-то такой То есть Ты не видишь Какого-то такого Фатального Не, если смотреть На это На все Так вот Ну, да Плохо Да Нехорошо Вот бабок Нет Там Все Делать нечего Надо сесть Короче Там бабу Курить Неправильно В любом случае Если тема Есть хорошая Если есть азарт Желание То всегда Все найдется И можно Все это сделать Даже Как говорим Частенько Мы там Денег нет Ну ладно Денег нет Деньгами Любой дурак Сделает Без денег Ничего Делаем Ну это Как раз Хорошей Подводкой Послужит С деньгами Любой дурак Сделает Я знаю Что ты Замутил Какой-то Краснознаменный Фестиваль В Меге Который Кстати Дорогие Друзья Мы Сильно Постараемся Это видео Опубликовать Может быть Даже Сегодня Но Скорее Всего Оно Выйдет В субботу Так вот Именно Сегодня Этот фестиваль В Меге Будет происходить В Меге Которая Насифулина Насифулина Расскажи В двух словах Потому что Там Это не совсем Фестиваль Он Что-то Жескач Какой-то Он Тоже Опять же Вышел Из Фейсбука Вот Если Мы Начали Говорить Там Изначально Трегубенко Еще Отец Основатель Да Трегубенко Брат мой В плане Не родной Брата А брат По духу И с детства Практически Мы с ним Двигаемся Начиная С тех же Самых Районов Алматин Нет Так Это Тоже Он Один Из Президент Ассоциации Шеф Поваров Казахстана Он Такой Парень Правильный По всем Понятиям По понятиям Профессиональным Человеческим И Тем же Самым Нашим С чем Столкнулись Радиционно То есть Он Сейчас Двигается Вместе Со мной И Так же Вместе С Мегапарком Там У нас Группа Возглавляет Вя Николай Это Можно Сказать Такой Костяк Который Сформировался После Одного Поста Небольшого Скандального Когда Мы Решили Просто Помериться Силами Между Поварами Что за Пост Я про Пост Говорить Не буду Потому что Он был Основан На черном Пиаре И Этих Людей Которые Это Сделали Я Дополнительно Не хочу Опять Пиарить Не Хорошо Не 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 Люблю Говнища И так Хватает Я Смысл Вкратце Расскажу Смысл Такой Был Наших Поваров Немножко Принизили Принизили Один Из Это Раз Во-вторых Мы Знаем Я Точно Знаю Сколько Поваров Работает В Казахстане Нормальных Грамотных Я Знаю Тех Которые Стоят У станка Профессионально Никуда Не дергаются И Могут Дополнительно Повар Большой Банатик Реально Их Где-то На Алма-Ату Больше Сотни Я точно Знаю Поваров Таких Хороших То есть У нас В Алма-Ате Соточка Есть Это Которых Я лично Знаю А еще Есть Такие Повара Которых Я Не знаю Но Я Знаю То Что Они Так Ж Работают Все Домально То есть Я Знаю Их Непрофессиональные Качества И знаю То Что Они Духовые Ребята Сколько Хороший Повар Зарабатывает Денег В месяц 250 300 Тысяч Нормальный Повар Такой Он Зарабатывает Может И Больше Зарабатывает Есть Я Поваров Которые По 10 По 12 По 15 Тысяч Долларов Зарабатывает Ну Это Прокаченные Шефы Какие То Не Сказал Что Очень Сильно Прокаченные Они Просто Предприимчивые Они Умеют Работать То Они Помимо Того Что Стоят На Многие Туда Ходят У нас Одно Время В Астане В Астане Я Оговорился Но Это Тоже Правда И В Алма-Ате Бум Какой-то Попер У нас Все Ремя Ну Я Не Знаю У нас Каждый Месяц Чуть Ли Не С Десяток Ресторанов Открывается А Теперь Вопрос А Это Что Правда Настолько Выгодное Дело Смотря Как Поставишь В основном Туда Люди Уже Многие В этом Убеждаются И обжигались Вот Они Закрываются Через Месяц Причем Есть Такие Рестораны Которые Действительно Профессионально К этому Делу Подходят Системные Рестораны Которые Открываются И то У них Тоже Не Все Так Нормально Получается Внутри Не Всегда У нас Достаточно Людей И Людей Достаточно У Которых Есть Деньги В Кармане Чтобы Пойти Открыли Новый Походили Некоторое Время Через Некоторое Период Время Перескатили В другой Ресторан Поэтому Бизнес Такой Сложный Очень Сложный В плане Зарабатывания Денег Я тоже Почему Так думаю Потому что Я вот Сколько Знаю Успешных Рестораторов Они Как Правило Примерно С твоей Историей Они Еще Начинают С юного Вставать На Борт Грубо говоря Понимаешь И Стоят И Там Пашут Потому что Создатели Легендарные В свое Время Да и Сейчас По многим Параметрам Системы Дастархана Они Вышли Из Общепита Он Покойный Шестаков Царство ему Небесное У него Куча Патентов Была По советскому Времени По РАЦ Предложениям Всевозможных Ну Вот Механизмов Специальных Для Кухни Он вообще Гениален Был В этом Производстве То есть Ничего Не просто Так Вот Такие Вещи Слушай Ну Смотри А вот По Алмате У нас Ну Вот В свое Время Там Был Флагман Дастархан Дастархан То есть Сейчас Последнее Время Очень Часто Мы Слышим Упоминания О сети IB Ресторанс Да Аскар Да То есть Как бы А ты еще Вот Каких Ну так Я понимаю Там Какие бы ты еще Предприятия Выделил Которые тебе Нравится Мне нравится Сеть Пармиджана Грум То есть Я считаю То что Она У нас Получается Такой Категория Нужно назвать Если так Классифицировать Да У Аскара Тоже Байтасова Очень хорошая Сеть В принципе Она работает Так Массированная Я вообще Поражаюсь Я ему Как-то вопрос Задал Тоже Как Ты успеваешь 23 ресторана Там Как Я не успеваю Ну Честно признается Я не успеваю Но он работает Все равно То есть Они действительно Там И В плане Дизайна В плане Там Сервисов Но Есть Какие-то Огрехи У всех Такого Не бывает Что Как ты относишься Вот к этой группе Вот Рестораторы Казахстана Сделали Я просто К чему спрашиваю А Альянс Не Не Наша Ресторанная Критика Группа В которой Ты Являешься Насколько Я понимаю Активным Участником Я если честно Оттуда Выписался То есть Меня кто-то туда Вписал Почему Потому что Я Не могу Многие вещи Читать Объясню Что я имею ввиду Вот Есть Такой Телеканал Пятница Я его По кабельнику смотрю Есть Там Одна Девочка Знаешь По гостиницам По кабакам Ездит И вот Пыль Везде Ищет То есть У меня Глубокое Убеждение Что Заря Она Это Делает Потому что Ну На самом Деле Эту Пыль И Какие-то Косяки Можно Найти В любом В любом Предприятии Просто Ну Не Бывает Этого Там Кривая Сервиса Она Вот Так Вот Она Как Просто Главное Чтобы Она Вот Так Не Зашкаливала А То Что Она Вот Так Ну Как Это Синусоиды Идет Ну Это Нормально Она Понимаете Она Вот Ходит Разоблачает Вот Этих И Опускает Их Да Да У нас Группа Была Создана Совсем Другой Целью Просто Есть Какие-то Тоже Опять Синусоида Идет Цель Была Одна Это Помогать Рестораторам Вот Эти Ошибки Как Раз Так Убирать То Я Сам Пользовался В том же самом Нашем Ресторане В Алине Тем Что Друзья Они Не Всегда Тебе Правду Скажут Да Как Хорошо Ништяк Спасибо А На Самом Деле Там Какой То Один Косяк Еще Другой Пятый Десятый Они Просто Не Станут Портить Отношения А Посторонний Человек Тот Тем Более Который В сети Сидит Он Тебе Все Равно Укажет На Какие Твои Отлошности И Ты Можешь Просто Отрегулировать Эти Вещи Просто Потом Многие Начали Переходить Уже Пользоваться Тем Что Перегибай Палку Начали Пользоваться Тем Что Аудитория Большая И Их Слушают Все И Что Бо Он Не Сказал Там Все Будут Перед Ним Бегать Естественно Это Работа Администраторов Была Мы Вычищали Такой Материал И Старались Чтобы Он Был Более Менее Лояльный Когда То Получалось Когда То Не Получалось Но Цель Вот Этой Группы Именно Помогать Рестораторам Видеть Себя Со Стороны И Иметь Контакт Со Своими Гостями Такая Площадка На Каждый Может Сделать Какое-то Замечание Определенно Не Значит Что Унизить И Сделать Его Там Все Вычерпьте Мы К вам Больше Никогда Не Пойдем На Оборот Сказать Ребят У вас Есть Небольшой Недочет Если Его Исправить Будет Все Идеально И Показать Можно Это Всем Другим Если С Таким Флером Писали Было Неплохо Так И Вот Такую Пыль Или Муху Где-то Нашел Какую-то Ерунду А По сути Забывают Лучше Подсказать Какие-то Грамотные Вещи А Про Эту Мелочь Лучше Вообще Ничего Не Говорить Согласен Слушай Ну Смотри Ты Один Из Прокаченных Рестораторов В фейсбуке Это Можно Объективно Так Сказать Ну Я По крайней Мере Их Не Так Много Знаю Кто До Цикумберга Ты там Я Вот Одним пальцем До сих пор Тыркаю Это Все Ну Ты Знаешь Ты Видать Все равно Как-то Удачно Это Тыркаешь И Скажи Как-то Помогает Вообще Конечно Помогает То есть Это Для Предприятия Вообще Выгодно Что Хозяин Собственник Предприятия Стал Публичным Человеком Да И Начал Вести Всевозможную Какую-то Такую Интересную Работу Потому Что У вас Событийный Маркетинг Вы Все Время Интересный Делаете Одни Бутаковки Чего Стоят Это Реально Подняли На уши Город Я Как Старая Больная Ивентовая Лошадь Но Это Реально Очень Крутой Был Ивент Потом На Когтюбе Вы Отжигали И так Далее Постоянно Вокруг Тебя Вокруг Алины Происходит Какой-то Флешмоб ФБ Причем Он Такой Естественный Не Пластмассовый То есть Там Люди Видно Что От Души Этим Занимаются То есть Получается Что Имеет Смысл Уйти ФБ И Есть От Этого Польза Нет Это В смысле ФБ Пришел И Ты Не Организуешь Себе Как Это Просто Мой Досуг Это Моя Жизнь Такая Мне Интересно Потому Что Здесь Получается Помимо Того Что Есть Мои Старые Друзья С Тем Кем Я Давным Давно Друг Друг Друга Мы Знаем И Получается Круг Еще Новых Друзей Те Которые Просто Как Люди Мне Интересны А Вся Моя Специальность Это Как Подложка Небольшая И Плюс Здесь Получается Я Получаю Удовольствие От Что Я Общаюсь С Людьми Делаю Свои Дела Походу Помогаю Какими-то Делами Им То Есть Я Просто Живу Какой-то Определенной Жизнью Без Напряга То есть Мне Вот Этот Ритм И Все То Что Вокруг Происходит Оно Устраивает Потому Что Оно С одной Стороны Помогает Где-то Зарабатывать Деньги Не В прямом Понимании Вот Косвенно В любом Случае Где-то Меня Порекомендовали Приготовить То же Самое Мясо Где-то Мне сказали Поехать На свадьбу Приготовить Бешпарман Какой-то Я Тащусь Тоже От Приготовления Этих Вещей Мне Это Интересно То есть Люди Обращаются Я Там Рекорд Гиннеса Вы же Делали Ваш Туда Работа Я Просто У меня Сейчас Я На тебя Смотрю У меня В голове Эти Файлы Господи Простите Я Потому Сам Некоторые Вещи Забываю Мы Кстати С Наших Поваров И Вы Так Опа И Сейчас Мы Туда Ударим И Причем Повара Сразу Встали Челчком Бах Момент Больше 40 Заявок Сразу Пришло Как Мы Только Объявили Этот Конкурс Давайте Сделаем Так Померимся Как Мужики Поставим Черные Ящики И Импортные Тоже Будут В этом Участвовать Импортные Тоже Будут Импортные Наши Те Это Вот Прям Сейчас Пока Паль Рассказывает А Это Сейчас В Миге Оно Целый День Будет Идти Целый День С 10 Утра Будет Идти До Семь Часов Вечера Семь Часов Вечера Начнется Награждение У нас Церемония Пригласили Жюри Такое Конкретное Ваксов Знаю Кисиков Тоже Не Это Второе Жюри Это Такое Внеконкурсное Жюри Это Те Которые Судят Смотрят Чтобы Все Было Ровно Фактически Они Будут Есть А Профессиональное Жюри Реально Профиков Вытянули Это Вакс Всемирная Ассоциация Кулинаров Кулинарных Сообществ Мира И Они Приехали Их 5 человек Приехало За границей Есть Ребята Некрасов Приехал Ватской Кухне Участвовал Вакс Совет Победитель Куча Конкурсов Все В медалях В орденах С бантиками Со всеми делами Это дело Судят Они имеют Профессиональную Квалификацию Разрешение Или сертификат На судейство Это будет Такая битва Реально Кто На что Учился Дали Черный ящик Ты не знаешь Какие там Продукты И ты должен Приготовить За 40 минут Какое-то Блюдо Такое Которому Дадут Хорошую Оценку По крайней мере Чтобы он Прошел Дальше И в финале Войду В смысле Подожди Вот они Прошли в полуфинал В четверть Финал Не знаю Там снова Черные ящики Опять Только уже усложненный Так у меня Черный ящик Был в 90-х годах Давали Там набор Был такой Селедка Лежала Свекла Картофель Кукуруза И шоколад И шоколад Сделать Исполнить Ну мы конечно Такие зверства Не будем делать Делаем Я что-то задумался Туда водку Надо по-моему В набор Забыли Водку Включить У нас здесь Сложность получается Вот те же самые Экспатовские повара Например Они привыкли Работать на хорошем сырье А у нас там же Также есть ребята Которые приехали Там сто раз Те которые работают На нашем местном сырье Вот для них Например Если мы там Дадим Нашим ребятам Осьминогов Там приготовить Конечно Они там В тупик встанут И так же В тупик встанут Например Если экспатам Дать бараньей шеи Приготовить Или какое-нибудь Такое мясо Коня замочить Красиво Зарезать коня И поэтому Мы вот Откачивать Этого Европейца Ребята Как лошадь убить Подождите Да вот Сейчас Шик Шик И мы должны Вот это Все делать Немножко Соизменить Они от головы барана Они тоже Наверное В обморок упадут Нет Конечно Кстати Мы должны Сегодня поехать К европейскому повару Вот Сегодня Мы европейских поваров Повезем На жескать А это вы зачем Не делаете Это Поугарательность Или что Ну не поугаратель Просто Хотелось бы Колорит Конечно Показатель Потом Воскресенье С водкой Лучше Да Пускай Выпьют Вначале Они могут Уехать Отказаться Судить Потом Вы сейчас Доиграетесь Давай лучше Правда Потом Слушай А скажи Вот я всегда Вот сейчас Молодежь У нас Она По крайней мере Мы видим Этот тренд Последних Пяти Я не знаю Десяти лет Больше Все идут Юристы Экономисты Даже уже Не смешно И в этот Еще Институт Международных Отношений Или как его там Короче На дипломата Учиться Да Но почему-то Никто Мало Кто Хочет Заниматься Ну что Называется Синими Воротничками Да Там условно Все хотят В офисе Работать А ты вообще Пожелаешь Молодым Ребятам Заняться Вот этой Профессией Здесь нужно Исходить Из того Что На что Ты действительно Сам способен Что ты чувствуешь Да Разговору нет В офисе Сидеть Там Балду гонять Целый день Это хорошо Получать Хорошие деньги Но это Не всякого Возьмут Хорошие деньги Тоже не факт Что всем платят Хорошие деньги Получают Но можно Стремиться К этому Идти Если у тебя Какая-то К этому Расположенность И перспектива Разговор Например Заурядный Человек С какими-то Особыми Талантами Профессиональными Я не говорю Сейчас про кулинарию Я сейчас говорю Например Умеешь ты Хорошо Строительством Заним Чувствуешь Какое-то Мороз Иди В профессию И делай Изначально Своей Жизненным Таким Каким-то Стволом Так Чтобы ты Занимался Изначально С детства Изучал Эту тему И по-моему Разглавал Я вот Двумя руками За такую позицию У меня есть Знакомый Сантехник Он Всю жизнь Занимается Сантехникой Он зарабатывает Ну Я уверен Тысяч 10 долларов В месяц Причем Он всегда Занят Его поймать Вообще Никогда Я его Иногда Отлавлю Потому что Он живет Недалеко Его сын Пошел Отучился На какую-то Беловоротничковую Какую-то Специальность Материал Время И сидит Сейчас За 800 долларов В месяц Бумажки Перетусовывает Причем Он там Не достиг Никакого И не достигнет Никакого-то А когда Начнет Стареть Потом Тупеть Немножко Его Вообще Выкинут А когда Ему Бабки Нужны А как Он Крутит Гайки Вот эти Сантехнические У него Тоже Дар У сына Понятно? Такая Драматургия Интересная А по выходным Он все равно С папкой Ездит Калым Потому что Ему Деньги Нужны Тех 800 Долларов Ему Не хватает И он Занимается Не своим Делом Хотя Может Как папка Я ему Задал Вопрос Зачем Что У тебя В этом Офисе Он Говорит Да Что Я Уже Но У него Доходит Я думаю Что Он все равно Встанет Я Поэтому Не надо Время Терять Если Ты видишь Знаешь Что Ты В любом Случае Придешь Зачем Тебе Какие Риски Если Ты В этом Отношении Не гениален И не имеешь Каких Возможностей Тебя Продвинуть Сидя В офисе Не Всем Дано Это Невозможно Например Ты Определился Я буду Юрист Я пойду Взятки Брать Я закрывать Буду Капусту Молодь Они же Так Рассуждают По большому Сейчас Нынешняя Молодежь Я За многими Говорил Они Так И думают Они Так Рассуждают Думают Сейчас Время Другое А сейчас Если С молодежью Разговаривал Ты Как Можешь Прокомментировать Мы же Помним Допустим Мы Из советского Времени У нас С этим Все понятно Не надо Рассказывать Это Было Прикольно Но Это Все История А Сейчас Что Происходит Я С молодежью Сейчас Не так Уж Много Общаюсь Потому Что Все Так У нас Разница Возраст Исказывается Потому Что Интерес Немножко Другие Но С теми С кем Удается Мне Поговорить И понять Например Их Направление Их Цель Есть Такие Ребята Хорошие Те Которые Понимают Башкой Те У кого Башка Есть В принципе Вот Эта Разница Не Чувствуется А Те У кого Нет В голове Ветер Или Например Загружены Какой Другой Темой Кто Внушил Что Надо Вот Так Действовать Они Не Слушают Никого Все Они По этой Программе Работают Я не знаю Куда Она Приведет Потому Что Действительно Это Совсем Новая Для меня Программа Мне Всегда Не Нравится Я Уверен За тех Людей У которых Есть Какой Фундаментальный Ствол В котором Есть Понятия Заложены Какие Уважения К Авторитетам Определенным И Самое Главное Стремление К Знание Если Это Есть Человек Рассковор Не Пойдет Нынешние Молодежи Я смотрю То Что Однобоко Они Идут К Этому То Они Смотрят Как раз Так Только То Что Им Надо Охота Взять А Шире Они Свои Просторы Сознания Не Открывают Для Себя И Поэтому То Что В них Будет Вкладываться Оно Тоже Будет Однобоким Я Были И Открытия Душевные У них Вот Этого Немножко Маловато Потому Что Они Уже Смотрят Например На Какие То Вещи В Некоторых Планах Формально В Некоторых Планах Неглубоко Поверхностно А Некоторые Вообще Даже Не Понимают Некоторые Понятия Для них Стерты То Есть Такие Тонкости Такие Которые Мы Например Ощущаем Мы Знаем Когда Нужно С Человеком Где-то Промолчать Где-то Наоборот Ему Помочь Ну Не Прямым Текстом А Как-то Так То Я Даже Объяснить Не Могу Словами Они Для Них Они Стерты Для Многих Но Некоторые Все равно Сейчас Вообще Интересное Какое-то Время Наступило Сейчас Систем Координат Их На самом Деле Очень Много Вот Система Координат Я и Называю Это Понятие Вот Те Понятия Которые Их Они Не Прописаны Их Нет Таких Вот Чтобы Можно Книжку Открыть И Прочитать Да И Вот Правильно Делать Нет На самом Деле Они Есть Он Открывает Библию Коран Все Там Написано Но Просто Понимаешь Мне Как Видится То Стоит Этот Человек Молодой Какой Неважно И У него Просто Сейчас Как Знаешь На дисплее Хорошая Аналогия На дисплее Смартфона Видел Там Приложение Там Штук 30 И Куда Не Кликни Там Везде Хорошо Там Везде Общество Принимает Это Ну Допустим Он Кликнул В пиар И Смотри Вау Побежали По кофейне Интервью Давай Как Ты Понимаешь Вау Я Сегодня Тут Поп Поп Кликнул Другую Вот То Интересно Понимаешь Интересно Вот И Я Вот Сижу Тоже Иногда И Думаю Ну Вот Как То Чем Это Кончится Все Нормально Ничего не Кончится Таким Плохим Глобальным Все Так Переволится Все Так Пройдет Дальше Там Хорошо Замечательно Самое Главное Чтобы Ориентиры Не Теряли Ну Интересно Я же Времена Живем То Мы Зацепили Советский Союз Зацепили Перестройку Вот Эту Понимаешь Когда Вообще Девяностые Вот Эти Не пойми Чего Такое Было Потом Смотри Вот Эти Двухтысячные Миллениум Этот Вообще Он У меня Под Таким Этим Миллениум Знаешь Вот Эта Бригада Помнишь Саша Белый Космос И Все Такие Интересно У нас Поколение Вообще Уникальное В этом Плане Потому Что Мы Столько Эпох Затронули И Везде Нам Приходилось С одной Стороны Пытая Ну Да Плохо Выживать А на самом Деле Мы Хорошо Всегда Жили Если Посмотреть Все Эти Этапы Я Все С удовольствием Вспоминаю В любой Из этих Моментов С удовольствием Вернулся Я Тоже Если Так Оглянуться Не надо Ничего Менять Я Не хочу Ничего Менять Да Было Советское Ништяк Мы Хорошо Жили Запретили В 83 По 5.30 Я помню Я в горном солнце Работал Вожатым И мы На Медео Просвеседиться То есть Мы ночью Ходили на Медео Пиво Брали В трехлитровых банках В ресторане В ресторане И водку Контрабасом И спускались И потом В бассейне Зажигали Ночью А я в выставке То же самое Пионеры Спят Тоже Прекрасное Время Потом Наступили 90 90 Такие Тоже Все Ребята Начинают Садиться На Мерседес Гонять А я В институт Хожу Занимаюсь Учусь Тоже Смотрю Думаю Что-то Не то Где Мерседес Что-то Такое Раз Бизнес Начал Двигаться То есть Тоже Интересно Было Замечательно Ну Там Столько Всяких Таких 90 Они Вообще Такие Мутные Годы Очень Интересно Там Видишь Там Какой-то Был Сдвиг Такой Тектонический Мне Родителей Было Своих Очень Жалко Потому Что Реально У них В Зарелом Уже Возрасте У них В один Момент Вообще Всю Нельзя Поменялось То Сломали А Этого Еще Не пойми Вообще Чем Понимаешь И Главное Так Сломали И Бросили Все Не Делайте Что Хотите И Да Многие Потерялись У нас Ориентированы Вообще Пит Все Мы Работаем В этой Теме Это Начали Мы В 86 Году Получается Вот Это Все Поломалось И В любом Случа Остались На плаву За счет Того Что Профессия Держала Профессия Держала И Она Ладно Мир Меняется Все Меняется Вокруг Кушать Хочется Всегда А мы Стоим И Режем Морковку Дальше И Поэтому Как-то Стабилизировали Кстати Благодаря Этому Я Как-бы Вернулся Обратно Потому Что Я Сначала Начал Заниматься Вот Этими Делами А потом Посмотрел Да Бизнес Кругом Да Ребята Зарабатывают Тоже Ринулся Зарабатывать Но То Что Я Зарабатывал Оно У меня Уходило Уходило И Потом В 96 Году Я Как-раз Так Посмотрел То Что Я На Развалинах На Руинах Своей Коммерции Сидел Там Понимал То Что Дальше Мне Двигаться Некуда По этой Коммерции И Смысла Нет Потому Что Она Такая Обманчивая Это Был Один Таких Опять же Этап Подъем Спуск Думаю Ну Пойду Я Встану Обратно К Мангальчик Займусь Своей Работой Как Положен Наголо Побрился Встал И Все Я Забыл Про Все Легкие Деньги Которые Зарабатываются Надо Заниматься Делом Надо Заниматься Работой Отдаваться Ей Преданно И Не Изменять И Тогда Будет Все Нормально И С тех Пора До Сих Пор Я Этого Не Делаю Так Чтобы Какие Перескоки В Нефтянку Ити В Игровой Бизнес Уйти Нет Общепит Больше Ничего Для Менет Ну Вот И Опять А С чего Ты Сейчас Такой Уверенный А вот Именно С того Понимаешь С опыта Нужно Было Пять Лет В этих Качелях Покачаться Понимаешь Чтобы Понять Что Пойду Я К Мангальчику Знаешь Юр Я Тоже Сколько Лет Тебя Знаю Я Всегда Знаю Что Ты Еще На Нашествии Когда Мы Делали Приехал Юра Мало Кто Знает Эту И И Я Вот Тогда Первый раз С тобой Познакомился Приезжали Первый раз Мы Познакомились С Лешкой Ахметовым У нас В описе Когда Мы делали Портал Город Все Правильно Вот А потом Еще Я помню Юра Мы Говорим Юр Ну Там Будет Тридцать Тысяч Человек Он Такой Ну И Что Я В смысле Подожди Юр Важно Тридцать Тысяч Человек Они Будут Кушать Хотеть Он Говорит Ну Больше Казанов Возьмем Понимаешь И Я Тогда А я Еще Ну Тогда Вообще Пит Не был Допустим Так Погружен Я Потом Тоже В кейтеринг Загремел Ты знаешь Там Пару лет Я По сопкам Полетал Тоже Мама Ты моя Дорогая Ну 18 Мероприятий В месяц Это Ад Какой Причем 200 Километров Всегда Обязательно Где В какой Заднице Это Было Ну Кстати Это Было Весело Я Тогда Еще Думаю Вроде На Психа Он Не Похож Ну Как 30 Тих Человек А Он Не Парится То Он Просто Казанов Больше Возьмем Ну Мангал И Ну Потом Правда Туда Выехала Все Таки Вся Система Дастархан Со Мостовой Валерий Викторович Мы его Сначала Уговаривали А он Сказал Такую Философскую Вещь Он Тоже Старый Мы Сидели Валерий Викторович Ну Это Фестиваль Это Круто Будет Он Сидел А Если Будет Дождь И Мы Ну А Что Ты Там Скажешь То Мы Ему Эту Концепцию Рассказали Как Это Круто Нашествие Там 28 Команд Там Я не знаю Чаев Земфира А он Сидит А если Будет Дождь И Все Понимаешь Вот Ну В конце Концов Они Почему-то Сами Потом Решили Выехать Ну И Интересно Конечно Да Они Выехали Таким Большим Массивно Они Так Вышли Красиво Так Мне Москвичи Мне Москвичи Вот Ребята Кто Делал В Маунсе Нашествия То Они Слава Мы Комаков С Оборудованием Заехали Они Говорят Лавочки Ставим А вот Вбиваем Лавочки А тут Юр Я Что Хочу Сказать Я Во-первых Желаю Удачи Твоему Сегодняшнему Когда Люди Будут Смотреть Именно В этот Момент Мы Будем Желать Удачи Кто Захочет Поедет Мегу Смотреть На Ваше Безумство Поварское Потому Что Это 40 Человек Поднять По Тревоги Это На Фудкоре Мы Еще Отбирали Это Еще Не Все 40 Человек Было Больше Соки Это Отобрали Самых Best Of The Best Нет Так И Правильно Я Юр Вот Я Почему Всегда Тебя Люблю Поддерживаю В Твоих Начинаниях Потому Что У Нас Вот Таких Вот Живчиков Понимаешь Вот Кто Не Ну Правда То То Понимаешь Кто Постоянно Что Генерит Постоянно Куда То Бегут Понимаешь Ну Вот Почему Компанию Назвали Фигаро Назвал Видимо И поэтому Бегают Как корабль Назовешь Он же Так И Поплывет Нет Ну А я Тогда Свою Кейтеринговую Назвал Open Air Понимаешь И мы На два Года Прилипли На плато Осы Понимаешь Она У нас Когда Закрылась Мы Сначала Переживали А потом С женой Сидим У меня Жена Из дела Выпадывала На ходу Ну Как Это Может Быть Со 131 И Она Говорит Слушай А ведь Так Хорошо Что Кризис 2008 Году Разразился И мы Схлопнулись Тогда Она Говорит Слушай А ведь Хорошо Что Этот Кризис Произошел Я Слушай Говорит Да Я Тогда Худой Был Как Гончая Понимаешь Потому Что Ну Что Ты Знаешь Да Мотаться 8 8 Разгрузи Этого Всего Там Хозяйства 8 Тон Загрузи Понимаешь Я до сих пор У меня Эти рикошеты От этой Компании В Астане У нас было Когда ОБСЕ Проходило Там Тоже 5 тысяч Гостей Первые Вторые Лица Государств Там Тоже Была Такая Уж Очень Серьезная Работка Проведена На самом Деле Просто Это Такая Сфера Она Ну Не Всеми Там Известная Но Вот Спецов Допустим В кейтеринге Уровни Юры Ну У нас Если В КЗ Десяток Наберется Вот Так Кто Возьмет И утащит 5 тысяч Человек Допустим На ОБСЕ Причем Когда Там Ключевой Месседж Сапер Ошибается Один раз Да Там Стрелки Даже Стояли И говорили Если Вы там Немножко От машины Отойдете Мы У вас Кончим Вот Надо Было Работать Так Соповцы Я никогда Не забуду Как Я В метро Работал У меня Был Самый Прикольный В городе Припер С Ташкента Стриптизера Но он Вообще Фокусник Там Дело Не в том Как он Раздевался А Дело В том Как он Это Делал Он Стойку На руках Делал Вообще Уникальное Дарование Его Куда-то Схайтили Через Полтора Месяца Он ушел В смысле Все Мы Это Но Я Как-то Сижу В метро Лежу Куда-то Поперли Его Двое Этих Вот С этими Уитами Понесли Куда-то Его Я говорю Стойте Вы Сами Ему Выступать А у меня Стриптизера Куда-то Понесли Я говорю Ребята Стесняюсь Спросить Куда Они Сказали Куда Я сказал Несите Дайте вопрос Помойте Там Ребята Серьезные Действительно Нет Там Да Там Сапер Я так Видел Как депутатов Выносили Из зала Регашки Зашли По привычке В зал Посмотрели Столы Присели А там Должны Были Кто-то Из правительства Швейцарии Сидеть Или Кто-то Отход Для них Столы Ребята Вышли Подручки Молчат Это Не надо Дело В том Что Нам С Юрием Вообще Нельзя Рассказывать Эти Все Байки Потому Что Еще Сроки Давности Не прошли Мы Можем Это Гагарин Гагарин Долетался А мы Можем Договориться Но У меня Знаешь Это Мы С Атлетом Нашим Тоже Братом Тоже Тоже Поучаствовал Знаешь Как Поучаствовал Поучаствовал Но Атлет Кстати Был Организатором Всего Этого Саммита Я знаю Это Тоже Мало Кто Знает Что Ну Все Знают Атлета Как Писателя Понимаешь Ну Вот Талантов Он Многогранный То есть Он Подтянул ОБСЕ Саммит Это Вообще Это Зачет Я Когда Об этом Узнал Я Вот Просто Как Инвентер Я Тоже 18 Лет Там Уже В этом Танке Горю Вот Это Очень Круто Это Вот Я Гуд Там По Большому Счету Я Вот Их Ты Все Знаешь Вот Этих Фокусников У нас Самых Главных В стране Там Я их Всех Знаю Да То есть И Как бы Интересные Ребята Я Горжусь Что Вот Ну Что-то И мне Там Есть Там Чем-то Поделиться Вот Так что Я Знаешь Юр Вот Искренне Тебе Желаю Удачи Твоему Краснознаменному Заведению Знаешь Вот Тоже Кафе Алина Потому Что Оно Знаешь Это Вот Гостиница Казахстан В Алмате Ну Отлично Для Меня Она Ну Вот Она По-моему Тоже Всегда Была Понимаешь И Ты Давай Ты Гори Вот Ты Пускай Фигра Оно Там Дальше Фигарит Как говорится Давай Прибудет С тобой Сила Вот Брат Юрий Спасибо Удачи А вот А вы Все В Мегу Сегодня В субботу Вот Потому Что Юра Видите Все Не угомонится Никак Да Там Будет Круто Давайте Пока